Господа, с Витки вы проехали? Перевожу на русский, откуда вы? Я с Абакана. Так, вы? Так, минуточку, вы две команды или одна? Нет, мы одна семья. Одна семья, да? А где Краснополе? Что-то знакомо. Ага, понятно. Вам рассказать анекдот? С Белого Яра человек звонит, буквально на той стороне не сеет, напрямую, там, знаете, мост, там, ну, рядом, вот, живет, то есть есть хозяйство, такое же точно, даже крупнее, вот, и говорит, я хочу проехать за саженцами. Ответ, только по почте. Он говорит, мне до вас 20 минут ехать, только по почте. Вот это есть анекдот. А теперь попали вы сюда, вы будете сами выбирать. Осенью интереснее, потому что есть чем угостить. Есть плод. Да, да. А так сейчас придется, мы вам лапшу будем. Мы верим на вас. Лапшу вам будем вешать. Ну, вы поймите, есть груши 500 грамм, скажи мне 10 лет назад, я бы сам не поверил. У меня есть не было таких груш вообще. Вот, я бы сам не поверил. А теперь не только сами едим, еще и саженцы продаем. Ну, вот, как сказать, я вот в Черногорске раньше жил. Я тоже, вернее, там мои предки, там мои могилы. Да, да. Ну, у меня там тоже родители и братка. Ну, вот, как-то в разрезе я работал в 90-х годах, в конце. Да. Вот привозили нам саженцы, я брал. Брал грушу. Откуда? А вот не помню, с какого питомника привозили. О, в те времена забудьте. Да я тогда даже... Нет, ну, слушайте, хорошие саженцы. Нет, тогда я говорю, забудьте о этих саженцах. Вон на рынке, это, в Абакане вашем, есть такой Ананьев, так? Вот, вы его должны знать. Да, дедушка Ананьев был, да? Нет, что значит был? Серьезный, крепкий мужик, правда, уже моего возраста. Агроном. Сейчас, секундочку. Он там все знает и разоблачает этих, кто вам привозит саженцы. Да, да, да. Сейчас, прошу прощения. Алло, железо на проводе. Да. Здравствуйте. Вы знаете, сейчас идет съемка. Ничего, если через 30 минут я освобожусь. Да, не помню. Ага, извините. Нет, не помню. Вот, так... Вы поверите, что в Абакан привозили такое, что даже малиновое дерево. Малина больше двух лет не растет. Да, да, да. Год растет, плодносит и умирает. Да. Потом следующая ветка появляется, замена. Да, да. А тут дерево. И уже и сюда завезли. Да, 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 да. Ну ладно, так, что-то мы разговаривали. Вы ждете Сергея, так? Да. Чего вам показать-то? Вот, жалко он. У вас климат довольно жесткий. Видите, вот этот сварок, да? Это сварок. Его создали не мы, а эти самые... Барнаульский институт имени Лисовенко создал для Сибири. Самые урожайные из полукультурных. Почему называют полукультурные? Молодые деревья сладкие-сладкие. А уже в таком возрасте. И урожают под 20-30 и больше ведер. Ну и все. Уже не то. Ну я ее так называю. Она считается культурным. Вот. Но это сибирский вариант. Ну а мы прививаем на эти самые... На манджурш... Ой, на уссурийские груши. И до сих пор у нас... Знаете, я сейчас покажу. Пока Сергея нет, да? Все равно. Видите вот это вот? Знаете, от чего она рухнула? Вот это дерево. Она была вот точно таким же. Смотрите. Это два близнеца. На этом пять сортов привито. Видите? Это называется дерево-сад. И на этом... Вначале рухнула вот эта ветка. От урожая. Видите? Идите сюда. Я почему? Потому что вы у нее будете сейчас грушу покупать, надеюсь. Вот. Раз. Потом рухнула вот эта ветка. Вот она, смотрите. И, наконец, у меня есть фотография. Рухнула третья ветка. Вот эта. Вот можно убить? Смотрите. Это дерево. Да, оно не молодое. Да, уже все покрыто этими самыми... Ну, корневая система мощная. А вообще, это от того, что она привита на уссурийскую грушу. А вот это вот... Даже сказать, как же так? Ни одна ветка не рухнула. И урожая сумасшедшая. И если у него будут саженцы... Я делаю невольную рекламу. Главное, все, кто слушает. Смотрите. Лада. Сладкая. Настолько морозостойкая. У нас тут, может быть, чуть было поменьше градусов. Но под 40 доходило. Вот. Дальше. Среднерус... О, это... Осенний Яковлев. Слаще меда. Я даже удивлен, что наш отечественный сорт. Осенний Яковлев, значит, наши сделали. Он слаще импортный. У меня же еще есть билет. У меня есть это самое... Ой, Господи, долго объяснять. И, наконец, нарядное Фимова. Это молодое дерево. Вот. Золотая медаль на выставке. А вот это вот дерево ветеран. Смотрите. И я уже думал, все, насчет это... А она не хочет 30 лет, а ей хоть бы что. Все, смотри. Вот. И такие урожаи, поверьте, больше, вполне сгниваются. А вот вы посоветуете, вот в наших условиях, какое лучше... Груши любые из моих, да. Так, ну все, кажется... Вот здесь мы делали страшную обрезку. Мы резали все подряд, все. А потому что он перестал ветки давать, а нам ветки нужны на продажу и на прививку в том питомнике, куда мы идем. Вот, посмотрите, сколько наворотили. Вот здесь вот нет ни одной сухой веточки. Сухие ветки попадаются в деревьях, вот так вот. Может какая-то. Вот, да. Вот такие дела. А персики вы... А персики он продал еще, еще когда зимой заказы принимал, они уже тогда кончились, так? Вот. А он сейчас привил. Привил побольше. Ну, вряд ли больше сотни. Вот. А я ему еще говорю, вот если бы они были в горшках, да, это я как бы с вами беседу, а на самом деле меня должны слушать очень много людей, если бы в горшках, то его можно было бы этой весной привить. И этой же весной, смотрите, и этой же весной его и выкопать, и пересадить. Ну, немножко опасно, Сергей отказывается. Так. А вот скажите, у вас поздно-позднецветущие абрикосы? Только один сорт, так и называется, позднефилиппио. Ну, сварки? Относится, ой, что вы. Относится к суперсортам. Я его называю. Вот мне его надо. У меня своя. Слушай, а вы привали к позднефилиппио? А? Ну, ты... Привали. Привали? А так следующим годом, а это вряд ли они есть уже. Смотрите, потому что... Посмотрите, у меня один игрушек компонент. Ай, какой это сорт. Вы поверите? У меня есть фотография. От 100 до 120 грамм. Мне самое главное, чтобы он позднецветлел. Вот, вот. Сейчас замороз. Вот, вот. Вы-то как раз и разбираетесь. Вот видите, в разной степени. Вот все это абрикосы, да? Посмотрите. Одни уже отцветли, а на других еще только эти появляются. Конечно. Вот. Вот мне надо, чтобы он поздненько зацветл. А то, что, видите, как мы их уродуем, это все специально. Все ветки были живы. Вот. Не дают приросты. Все. Не дают. Нам не на что жить. Вот так вот. Было бы больше земли, был бы контрольный сад. Нетронутый. Один, да, только есть. Че, нашел? Валерий. Валерий. Дядя Валерий. Дядя Валерий. Зовите. Так, короче. Ну ладно. Вот. Вот какое вот вы посоветуете мне взять грушу? Грушу? Значит... Чтобы была сладкая, сочная, хорошая. Это, Андрей, гигант под Москвой есть? Груша? Груша? Гигант под Москвой? Да. Есть. Нет, не себе, а для людей. Ну вам повезло. Да надо. Ну вам повезло. У них размер от 400 до 550 грамм. При этом абсолютно сладкая. Сочная. Сочная. Это не то, что как бывает. У меня было яблоки весом до 600-650 грамм. Ну это как опор. Есть было... Нет, опор вкусный. А тут несъедобные спилили, а вот с грушей повезло неимоверно. Я в шоке сам. До сих пор в шоке. Мне просто Бог послал. Я даже сам не знал, что такое может быть. Это в Сибири. Да, да, да. Ну у вас видите такой вид, как климат, кругом тайга. Это вот клон КП, позднецветущий. Ну-ка, дело в том, что я их не подписывал. Ну-ка, покажи, что там. КП крупноплодный. Ну, скромно, крупноплодный, железо. Да. Гарантия, что крупноплодный будет. Это оно. И рядышком он, да? Это один из клонов Академика. Академик самый крупный в России. А я еще больше его сделал. Там имя есть. Я вот выбирал с вашего сайта. А, вот. Примерно я выбирал. Поехали, поехали. Вот персик Академик Дальний Восток. Не Академик, а Академик это Абрикос. Это Абрикос, да? Да. Так, вот слива сувенир Востока. Нету. Нету. Ну, мало привели. А вот лесная красавица, груша. Найдешь. Ну, вы грушу мне посоветовали. У меня есть первая пятерка. Туда входит лесная красавица. Суперсорт. Второе место по весу. Да, да. До 300-400 грамм. А вот первая, которую вы мне посоветовали. Да, сладчайшая. Лютневая, чижовская. Она еще и осенняя. Космическая остались все. Лютневая с первой пятерки. По вкусу, так? Космическая и чижовская. Космическая с первой пятерки. Чижовская я все-таки. По-моему, одна лада еще. Лада, ладу обязательно. Надежнее. Вот из всех вот этих сортов, да? Да. Чисто сладких. Садите черный абрикос. Есть вот один. Да не один. Почему один-то? Его надо опылить или он надо со сливами садить. И с абрикосами. Какой размер плодов? Крупный? До 50 грамм. Черный абрикос. Что? Я на него давно уже глаз положила. Посадите себе. А он поздний. Вот нам надо, чтобы поздний цветущий был. Он наоборот... Нет, он делал в том, что он крепкий на мороз, черный абрикос. Но засветает на неделю-две раньше абрикоса. А. У нас, понимаете. А мы за что... Чего купил, зато продал. Я никогда не морочу голову. Да, лучше поздний цветущий вот этот. Крупноплодный. Веточку тоже. Абрикосов надо два? Нет, вообще их надо не меньше пяти. Сорт А опыляет, сорт Б. Сорт Б, сорт А опылить не может. Тогда ему надо сорт В. Теперь кто? Он опылит сорт А, а кто опылит В. Понимаете? Это просто он из скромности говорит, надо хотя бы два. Ну, у меня дома есть два абрикоса. У меня уже три. Три даже у нас. Три цветет. А, ну все тогда легче. Абрикосы у нас есть цветет. Черный между ними посадить. Просто что вот. А мы черный же не хотим. А, не надо, не надо. Нет, не черный. Мы вот именно вот крупноплодный и поздний. Еще несколько лет назад вообще в Сибири, кроме меня, никого не было. А сейчас есть только те, кто мне купил. Ну, понятно. Пока это редкость, как Мерседес, когда-то в России первый появился. Ну, ясно. Так, что с яблонькой? Будете яблонькой? Нет, яблонькой пока не буду. Я грушу хочу крупную, вот какую нам дядя Валера говорил. Вот эти первое и второе место делят, значит, гигант Подмосковья и лесная красавица. Да, да. Вот гигант, вы говорили, очень хорошие плоды. Вот эти, если найдет, это два супер сорта. Да, абрикос, вот крупноплодный, сладный, это поздний цветущий один. А персиков нету? Нет, персиков нету. Все, расхватали? Осенью будут. Ну, они будут маленькие. Вот это мы делаем обязательно. Точкование. Он точку сделал, теперь посадите, чтобы... Видите, солнце где сейчас? А сейчас примерно 12 часов. Смотрите, я у вас в интернете немножко не поняла, может, не досмотрела. Как-то вот садите вы таким холмиком. Да. Тяжку земли. На прикол. Только на холм. Потому что даже на ровном месте... А потом в этом холмике бирочку сделать и его туда посадить, да? Прямо вот... Ножок разрезаешь, вот так, и прямо с этим садишь. То, что есть. Понятно. То есть на холм садить. Да, на холм. Дело в том, что именно абрикосы и груши, они даже на ровном месте сопревают. Основание штамм. Ну, не такую. Ну, у меня же есть все на сайте. Видели? Нет. Посадку. А вот сливы какие у вас сейчас в наличии? Есть хорошие? Это к нему вопрос. Евразия, Ника, венгерка, по-моему... Ой, венгерка, это мой суперсорт любимый. Я с Украины привез. Адаптировал, привил на китайки. А как называется такая, как в форме груши? Она есть венгерка. А, это вот венгерка? Есть она венгерка? У меня три сорта венгерки, но они почти не различаются. Любой надо брать. Да? Да. Как груши такие. Да, как груши. Ну, вот у нас есть темно-бордовый, вот тут забыл. Она темно-бордовая, вкусная, хорошая слива. Сладкая, сочная. А вот я бы хотел... А где? Сувенир у меня тут осенью будет. Осенью, да, только будет. Или вот что-то под вид его. Да, позднее, чтобы это не... Такая, чтобы позже зацветало. И чтобы цвет сеня с фиолетового такой. Они все такие. Они практически все такие. Все цветные? Да. Ну, по свету они не сильно расцветаются. Вот по форме, да. Все сливы в моем этом хозяйстве делятся на оренклоды, круглоголовые. Раз, китайки отдельный вид, два. Вот, все это с Китая, уссурийско-китайская группа. И третья, это венгерки. Как груши. Да, как груши. Причем венгерки прививаются на абрикосы, абрикосы прививаются на венгерки, и все. А вот уже круглоголовые уже на абрикосы не идут. А почему это надо знать, раз они родственники, значит, они могут где-то и опылить друг друга. И вы можете стать волшебниками. Потом продать науке сорт за миллион рублей. Другое дело, что все эти времена ушли, и все. Никому не нужен ваш эти, наши. Ну, давайте какую-нибудь сливу мне хорошую, крупную. Берите венгерку, не пожалеете. Которая как груша была. Ну, давайте, как грушу венгерку возьмем. Ой, красавица. Мне нравится, что они уже прямо кусочками. Самое главное, сами выбирайте. Вот. Никто вообще вам не навешивает. Представляете, как посылки получают, что в них. Ну, давайте его, давайте. Ну что, не буду вам мешать. А вы нам не мешай, наоборот, вы нам подсказываете. И вот грушу какую вы обещали, московская. Груша, гигант подмосковья. Как герань? Гигант подмосковья. А, гигант подмосковья. Вот, смотрите, маленький урок. Видите? Ага. Это отравленное зерно было мне, мною, перед зимой. Это что, мышей? Да, от мышей. От мышей. В этом году мышцы хоть одно тронули дерево? Одно. Одно, одно, одно. Но это дань наша. Мы им дань платим. Вот. Вот. Так. И вот грушку мне еще. Так. Сережа, я гигант подмосковья расходил. Но не только для них. Чтобы услышали сотни людей. Вот тут вот. Сейчас найдем. Ты знаешь, чернобаевым черенком поделился. У него пришел погащаться. Черенки мои. Все мое. По двое у нас одинаковое. У сурийской груши. 540 грамм его самое крупное потянуло. Ну, это, переплюнул меня. Вот. Где-то где увидели, чтобы питомник свел. Да. А потом продать не может. Иногда. Я их выпилю, я их вырежу. Жалко уж ты. Такой труд и такие сорта. А никому не надо. Я имею в виду, что конкурентов столько. Дикое количество. Если брать округу, то на один наш саженец приходится тысяча со стороны. Из этой тысячи 990. С это, с Узбекистана или Тазикистана. Аня, ты какой? Вот этот твой, да? Мой большенький самый. Вот этот? Ага. Высокий. Нет, кустик ваш. Вот этот вот. С номером. Добрикосик. Ладно, раз фильм учебный, раз фильм учебный, я вас прошу. Валидол взяли? Нет. Сейчас он Сергея резать будет. Все. Я пошел, чтобы не видеть эту... Когда резать будет. Люди пиливалидол не раз. Пойдемте холм кому-нибудь покажу. Холм. Вы спросили. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»